Вы знаете, что это Алиевы, Лукашенко, Путин, Назарбаевы, Такаевы, Бердмухамедовы или там еще есть некоторые, я просто говорю тех, которые ближе к нам, к нашим странам. Вы останетесь в сознаниях людей, как предатели, как диктаторы, как узурпаторы, как преступники против человечества, которые совершили преступления, которые на стороне зла были, которые управляли своими странами, как колхозами, как кооперативами, как фирма своя. А вы хоть чуть-чуть подумали о своих преступлениях, которые вы день за днем больше и больше против человечества совершаете. Допустим, Путин оккупировал Украину. Вы представляете за этим, что стоит? В этом во всем преступлении одного человека, который управляет страной, вся страна, все граждане Российской Федерации вмешаны в это дерьмо. Пока вы будете молчать, пока вы будете на стороне зла, некоторые думают, это основная интеллигенция, лучше молчать. Нет уж, если ты гражданин этой стороны, ты должен, ты должен протестовать против зла. Во имя своего народа и своей страны ты должен говорить и быть на стороне правды, справедливости. Украина хочет быть независимым государством. И украинцы не хотят быть вместе с Россией или с русскими. Неужели вам это не ясно и непонятно? А вы вторгаетесь в суверенное государство и хотите отобрать кусок земли у страны, которая уже 30 лет суверенная, независимая республика. И оправдаться этим вы не сможете ни перед кем, ни перед украинским народом, ни перед всем миром и мировым сообществом, и ни перед россиянами, которые любят справедливость и правду. Теперь все русские, россияне, вы должны встать на стороне справедливости и сказать своему диктатору, Путину, если у вас смелости хватит. Стоп! Остановись, диктатор! Остановись, пока не поздно, потому что это клеймо будет висеть на России и на россиян и на русских на много-много-много лет вперед. Так что, одумайтесь, одумайтесь, одумайтесь.